Музыка. Музыка сопровождала человечество с момента его зарождения. В доисторические времена главным музыкальным инструментом был примитивный барабан. Лишь спустя сотни лет мы придумали первые флейты и струнные. Вот римляне идут в военные походы и играют на трубах и барабанах для поддержания боевого духа. Вот египетские пирамиды, на стенах которых высечены тексты их гимнов. А вот древние греки. Они настолько унеслись по звуковым волнам, что сыграли в мировой культуре ключевую роль. Само слово «музыка» имеет древнегреческие корни. Люди обожают музыку. Сама мать природа зачем-то заложила в наши гены чувство ритма, поставив новорожденному хороший бит, и он будет двигаться в такт. Но до 19 века, если ты хотел взять музыку с собой, нужно было запомнить мелодию, напевать ее, либо научиться играть на музыкальном инструменте, ну или брать с собой человека, который будет тебе петь. Ну, такое себе. Изменил все вот этот парень, придумавший первый фонограф, Томас Эдисон. До него один чувак сделал фоноавтограф, но он не мог воспроизводить то, что записал, да и был просто экспериментом. Фонограф Эдисона не только записывал голос, музыку и любые другие звуки, но и воспроизводил их через упругую мембрану. Благодаря этому изобретению люди начали экспериментировать со звуками. И пошло и поехало. Пластинки, радиоприемники, магнитофоны, кассеты, диски. И вот это все так завертелось, что сегодня тебе достаточно на телефоне запустить одно приложение, и получишь доступ ко всей музыкальной библиотеке всего человечества. Но музыкальных стриминговых сервисов сегодня могло бы и не быть без iPod. iPhone перевернул наше представление о смартфонах. iPad совершил революцию в планшетах, а iPod... iPod сделал Apple великой. Привет, интернет! Сегодня вы узнаете, как этот музыкальный плеер навсегда изменил музыкальную индустрию, и почему он по праву считается культовым. Как он менялся на протяжении всей своей истории, и как iPod превратил Apple из компаний по производству компьютеров в самую могущественную корпорацию в мире. Чтобы понять, почему iPod получил всеобщее обожание и статус легенды, нужно обратиться к истории, а именно вспомнить середину 80-х. Тогда Apple выпускала только компьютеры и боролась за растущий рынок ПК с могучей IBM. У руля стоял харизматичный Стив Джобс, под началом которого вышли Apple II, Macintosh и Lisa. Они хоть и обладали киллер-фичей в виде графического интерфейса, но не привели к коммерческому успеху, из-за чего совет директоров Apple стал коспоглядывать на молодого бунтаря Стива Джобса. Начались подковерные войны, и в компании посчитали, что Джобс может навредить Apple своими неординарными выходками. Мириться с его вспыльчивым характером и маниакальным перфекционизмом также никто не хотел, поэтому в 85-м Джобса выгнали из собственной фирмы, которую они вместе со Стивом Возником организовали в гараже. Стив после ухода организовал новую компанию Next, и хотел составить конкуренцию Apple, однако Next не взлетел. Впрочем, дела у Apple после увольнения Джобса тоже шли не ахти. Кресло генерального директора меняло задницу за задницей, на рынок с переменным успехом выходили разные продукты, но все так или иначе опиралось уже на готовые наработки. В итоге к 97-му Apple растеряли все полимеры, разразился невиданный кризис, и компании даже пришлось уволить треть всех своих сотрудников. В совете директоров посчитали, что без Джобса все потонет. Стиву дали второй шанс, и он вернулся. Вы знаете, когда я ушел из Apple, у нас было десятилетнее преимущество перед всеми остальными в этой индустрии. Мы наблюдали, как Microsoft понадобилось 10 лет, чтобы догнать Apple. Причина, по которой они смогли догнать ее, заключалась в том, что Apple стояла на месте. Вернувшись в Apple, Джобс стал исполняющим обязанности генерального директора, и немедленно приступил к изменениям. Первым делом он потребовал, чтобы Мадара стал хокаге, затем отменил выпуск ненужных продуктов, и отказался от собственных заводов. Теперь все от плат до готовых компьютеров стало изготавливаться в Китае, Корее и на Тайване. Чтобы спасти предприятие, Джобс даже пошел на контакт с Биллом Гейтсом, которого он презирал и считал вором. Презираемый Гейтс и ненавистная Microsoft в итоге вложили в своего конкурента 150 миллионов долларов и спасли их бизнес, как это не парадоксально. Просто представьте, насколько было плачевным положение Apple в 97-м, что жалкие 150 миллионов смогли вывести ее из кризиса. Далее Стив взялся переделывать маркетинг. Он запустил рекламу «Думай иначе» и слоган «Think Different», который использовали с 97-го по 2002-й год. Считается, что это прямой ответ на слоган «IBM Think». Тогда Apple была по большей части компьютерной компанией. Она сражалась за рынок с Microsoft и IBM, о компаниях знали компьютерщики, но для большинства это была некая закрытая техногиковская секта, о мировом господстве речи не шло. И только с приходом iPod о компании узнали во всем мире. Но чтобы его создать, Джобсу нужно было все переделать. Как таковой идеи сделать свой плеер он не имел. В те годы музыкальным рынком правило Sony, и цифровая музыка только-только набирала обороты. Джобс вообще не рассматривал музыкальный рынок как источник дохода. Но все изменится через три года. С выходом iMac G3. Именно выход этой машины побудит Стивена Пола Джобса на создание величайшего музыкального плеера в истории. А об Apple заговорят миллионы. В 2022 году, по данным крупных западных компаний, в сеть утекло личных данных не менее чем 1 миллиона человек. А киберпреступлений стало на 20% больше, чем годом ранее. Подобные утечки и атаки грозят компаниям не только ударами по репутации. От этого частенько встают, глючат или попросту не работают сервисы. Поэтому с ростом числа кибератак растет и спрос на специалистов информационной безопасности. Такие люди помогают расследовать опасные инциденты, из-за чего все произошло. Они создают системы защиты и делают разработку безопаснее. Скучно на такой работе не будет. К тому же здесь все плюшки IT-профессии. Удаленка из любой точки мира, ДМС, что-то другое. Средняя зарплата такого специалиста составляет 150 тысяч рублей. Освоить профессию вы сможете на программе «Информационная безопасность», которую онлайн-школа «Скиллфэктори» запускает совместно с МИФИ, вузом, который занимает первое место в качестве образования в России по рейтингу Forbes. Обучение подойдет вам даже если вы никогда не работали в IT, и у вас нет технического образования. Курс включает встречи с экспертами, практику в тренажерах и работу над реальными кейсами от компаний-партнеров. За 8 месяцев вы освоите все актуальные технологии и сделаете портфолио своих проектов. Форма обучения очная, но занятия проходят онлайн, их легко совмещать с работой и личной жизнью. А найти работу мечты поможет карьерный центр. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, чтобы узнать больше о программе. iPod. Плеер, перевернувший музыкальную индустрию, родился благодаря iMac. Тому самому с прозрачной крышкой, высшему в 98-м. Вернее, даже не сам компьютер, а вот эта его деталь, дисковый привод. Было два основных формата дисковых приводов. Это старый лотковый, когда салазки выплевываются из корпуса, и новый щелевой, когда ты подносишь диск, и он такой, и всосался. Джобс хотел, чтобы в его компьютере был щелевой дисковод, как у крутых стереосистем Sony. Решение вполне оправданное. Это понтово, удобно, приятно тактильно, да и меньше места занимает в корпусе компьютера. Объективной разницы между старым и новым форматом не было никакой, ведь все приводы тех лет работали только на чтение. В итоге он сделал щелевой и ошибся, поскольку вскоре после релиза iMac Panasonic сделали пишущий привод, который позволил воспроизводить и записывать музыку. Однако он был доступен только для компьютеров со старым лотковым приводом. У этого события есть два очень интересных последствия. Во-первых, Apple не могла удовлетворить тех, кто хотел записывать музыку на диски, но обходить конкурентов как-то надо было. В итоге на следующий год вышло обновление iMac, в котором формат привода был старым только из-за музыки. А во-вторых, Джобс понял, что должен выйти на музыкальный рынок. Джобс предвидел, что музыкальный рынок скоро достигнет невероятных размеров. После того, как пишущий привод появился в iMac, такие же приводы появились и у других. Все стали пиратить музыку и записывать её на диски. К примеру, только в 2000 году CD-болванок в США был продан 320 миллионов штук при населении 281 миллиона человек. Музыкальная индустрия менялась на глазах, а компьютерная компания Apple ничего не могла предложить этой новой волне. Только пишущий привод и всё. Джобсу этого было недостаточно. Он видел, что на рынке появляется всё больше второсортных программ для работы с музыкой на компакт-дисках. Такие как RealJuBox или Windows Media Player позволяют управлять музыкальной библиотекой, но всё это дерьмо. Громоздкое, сложное и некрасивое. Джобс поручил команде разработчиков Apple сделать свой софт для работы с музыкальной библиотекой на CD, но получалось всё не то, что он хотел. Для уточнения стоит сказать, что музыку тогда слушали на CD-плеерах. Вставил диск, надел наушники. Балдёж. Первые цифровые MP3-плееры только зарождались, стоили дорого, а объём памяти был как у диска. Большого смысла в их приобретении не было. Но переломным моментом стал выход цифрового, недорогого плеера Rio, который хоть и выглядел как твоя бывшая, но в отличие от неё умел работать с MP3, отчего стрельнул и отлично продавался. Просто подсоединил его к компу по проводу, залил песни на внутреннюю память и никаких прожигов диска или болванок. Но у него было два минуса. Во-первых, память всего 32 мегабайта, и во-вторых, он не работал с macOS. Тогда группа бывших сотрудников Apple написала для Rio небольшую программу под macOS под названием SoundJam. Через неё можно было управлять музыкальными файлами, а когда играла музыка, на экране появлялись яркие психоделические узоры. В июле 2000 года Apple решила не разрабатывать свой софт, а просто купила SoundJam и взяла его создателей в штат. Получившуюся программу назвали iTunes. Это был первый шаг на пути к музыкальной революции. iTunes вобрал в себя всё лучшее от всех программ, существующих тогда на рынке, и выглядел лучше, и был проще в использовании, чем любой другой вариант. К тому же все медиаплееры тогда клянчили деньги за полную версию, а iTunes был бесплатным. Он изменил всё. Стив Джобс понимал, что компании нужен свой плеер. Он должен быть простым, классным и вот это вот всё. Но для успеха плеера и всех последующих продуктов нужна целая экосистема, а Apple всё ещё воспринималась публикой как компьютерная компания. У Джобса появилась идея превратить Mac в идеальный цифровой центр, создав экосистему, сосредоточенную вокруг него. Сейчас, конечно, это звучит очевидно, но тогда экосистем не делал никто. Экосистема — главная движущая сила продаж Apple до сих пор. Но экосистема в понимании Джобса — это не только устройство вокруг компьютера, но также и приложение для него, а также магазины, куда можно прийти и пощупать всё, что есть у компании. Первые два магазина Apple Store открылись в мае 2001 года в Калифорнии и Вирджинии, а первый iPod вышел в октябре того же года. То есть к его выходу было готово уже всё — и фирменный софт для работы с музыкой, а также фирменные, великолепные по своему исполнению магазины, выглядящие как храм искусств. Мы построили наш первый магазин, который откроется через шесть дней. Никто ещё не видел, что там внутри, и я хочу позвать вас внутрь, чтобы устроить вам приватный тур. Давайте зайдём. Что ж, это наш магазин. Впервые Джобс заговорил о музыкальном плеере осенью 2000 года, но необходимых деталей для его создания не было. Проблема была в накопителе. Цифровые плееры, включая тот самый Rio, тогда вмещали до 15 песен. Чемпионами были MP3 CD-плееры, которые могли вместить до 150 треков, но они были дороже и гораздо больше по размеру. К тому же нужны были диски. Были ещё, конечно, плееры с HDD, но это вообще очень печальная история. Знакомьтесь, вот этого парня зовут Джон Рубинштейн. В нашей истории он сыграет ключевую роль. Тогда он был вице-президентом по аппаратному обеспечению в Apple, и именно ему было поручено сделать плеер. В феврале 2001 года он полетел в Японию на встречу с поставщиками Apple, на которой инженеры Тошиба вскользь упомянули, что у них есть кое-что новое. И это кое-что будет готово к июню, и это кое-что крохотный 1,8-дюймовый жёсткий диск, вмещающий 5 гигабайт памяти. А это около тысячи песен в формате MP3, и они не знают, что с ним делать. Когда Рубинштейн увидел этот диск, его чуть карачун не хватило. Это ведь то, что нужно. Тысяча песен в кармане. Айпод был практически готов. Всё, что нужно было, это чек на 10 миллионов долларов, чтобы Тошиба дала эксклюзивные права на все жёсткие диски, что смогла произвести. Джокс этот чек выписал в тот же день. Стив хотел, чтобы плеер вышел в продажу к Рождеству 2001 года. Это означало, что на деле плеер должен быть готов к августу из-за подготовки рекламной кампании. В итоге на разработку лучшего плеера в мире у инженеров Apple было около 10 месяцев, но по факту всего 6. Задача была не из лёгких, а сотрудники Apple и без того были завалены различными проектами. Поэтому пришлось прибегнуть к помощи со стороны. Тогда Apple наняла Тони Фаделла. Он был бывшим руководителем Philips и в конце 90-х основал свой собственный стартап. И надо же, от совпадения, тоже работал над созданием собственного плеера и предлагал свои идеи нескольким компаниям, включая Sony, например. Но ему везде отказывали. Потенциал Фаделловских идей, впрочем, заинтересовал компьютерную компанию Apple. Тони Фаделла взяли в штат, и он с группой из 30 разработчиков и инженеров стал работать над секретным проектом P68. Дизайн iPod, конечно же, был придуман Джонни Айвом. Ранее он спроектировал iMac, а при создании iPod вдохновлялся карманным радиоприёмником Brown T3. Ключевую роль в проекте сыграл и Фил Шиллер. Он придумал идею колеса прокрутки, которая позволяла легко перемещаться по интерфейсу. Эта идея с колесом возникла, когда Шиллер изучал MP3-плееры конкурентов и был недоволен системой навигации. С колесом не нужно было ничего нажимать. Оно было чрезвычайно простым, а в комплект не нужно было класть инструкцию, так как всё и так понятно. По сути, Шиллер второй раз изобрёл колесо. Я не могу больше инновировать мою ас. Поскольку всё происходило в максимально сжатые сроки, аппаратную часть iPod, включая плату, микросхемы, чипы, не создавали с нуля, а использовали в качестве основы уже готовый прототип от компании Portal Player. Примечательно, что малоизвестная Portal Player делала аппаратную часть для маленьких азиатских компаний и сотрудничала в том числе с IBM. IBM, только вдумайтесь, ещё тогда хотели запустить свой портативный MP3-плеер с круглым экраном и беспроводными Bluetooth-наушниками, который бы работал на собственных миниатюрных жёстких дисках. Но Apple перед запуском iPod купила Portal Player со всеми их наработками, и компания перестала сотрудничать с другими клиентами. Этот продукт называется iPod. У меня нет его прямо здесь, в моём кармане. Да нет же, вот он. В итоге родился вот такой простой прямоугольный плеер в корпусе из двух частей. Всё основное спереди и пластина из нержавеющей стали сзади. Было и несколько других идей, но именно это воплощение, что мы видим, привело Стиву Джобса в восторг. Джобс настаивал на том, чтобы устройство было максимально простым и узконаправленным. Это музыкальный проигрыватель и всё. Поэтому тут даже нет кнопки включения. Когда плеер не используется, он засыпает, но достаточно нажать на любую кнопку, и он включится. Но выключить плеер всё же можно, для этого нужно долго удерживать кнопку Play Pause. Кстати, вот из-за вот этой фишки прототип плеера в ноль высаживался всего за три часа, и этот момент пофиксили только за несколько недель до презентации, прям как у Xiaomi. Только у них не фиксят. Первое, что удивит вас в первом iPod, это толщина, особенно в сравнении с нынешним iPhone. Но сделать тоньше было невозможно, ведь внутри жёсткий диск. Когда первый прототип плеера был закончен, его тут же показали Джобсу. Джобс помолчал, но затем подошёл к аквариуму и швырнул туда этот готовый прототип. После того, как плеер коснулся дна, на поверхность воды стали подниматься пузырьки. «В этих пузырьках воздух», — сказал Джобс. «Это значит, что свободное пространство в корпусе имеется. Идите и сделайте его тоньше». И они сделали. Первый iPod очень хорош. Он прочный, немного тяжеловат, а на задней панели под логотипом Apple есть надпись «iPod», выполненная ещё старым шрифтом «Карамонт». Это единственный iPod, имевший такой шрифт. С колесом прокрутки чертовски приятно возиться. Это единственный iPod, у которого было настоящее, физически вращающееся колесо. У второго поколения колесо уже будет сенсорным. Интересно то, что Apple тогда использовала порт FireWire 400, который был на тот момент в 30 раз быстрее, чем USB, и в отличие от него не грузил процессор при передаче файлов. Но затем вышел USB 2.0, обогнал его по скорости, ну и Apple позднее перевела все свои плееры на USB. Джобс постоянно твердил, что до любой песни или функции нужно дойти за три нажатия кнопки «Ок». Давайте проверим, так ли это на самом деле, и запустим игру. Раз. Два. Хм, даже быстрее. Кстати, та игра, которую я только что запустил, это Breakout. Это такая фанатская отсылка. Возник ее создал, когда работал в Atari. Что касается звука, то по сегодняшним меркам iPod Classic звучит довольно плоско. Детали отсутствуют, но звук довольно чистый и громкий. Сегодняшние смартфоны даже с беспроводными наушниками, даже через стриминговые сервисы звучат гораздо лучше. Но на момент выхода iPod выдавал фантастическое звучание. Во главе проекта все время стоял Рубинштейн. Но они с Фаделом постоянно конфликтовали. Каждый считал, что именно он создатель iPod. Рубинштейн за несколько месяцев до запуска проекта получил от Джобса задание. Нашел жесткий диск Тошева и придумал, какими должны быть экран, аккумулятор и прочие базовые элементы. Затем он поручил Фаделу, чтобы тот соединил все компоненты воедино, чтобы этот набор электроники наконец заработал как единое целое. Однако Фадел сам давно вынашивал идею создания передового MP3-плеера. И прежде чем согласиться сделать его в Apple, он пытался продать эту идею другим компаниям. Вопрос, кто заслуживает права называться отцом iPod, до сих пор вызывает споры. Отец iPod, да, звучит как нечто церковное. Но по большому счету не важно, кто создатель. Ведь любой продукт большой компании — это труд огромной группы людей. Программистов, инженеров, маркетологов, сотрудников сборочных линий, поставщиков, продавцов и сотен других людей. В конце концов, все руководители назначались Джобсом, отчитывались перед ним же и показывали прототипы. И именно он принимал окончательные решения. Еще одной фишкой iPod стали белые наушники. Да, их невозможно распутать, но в то время у всех были наушники черного цвета. А владелец iPod, идя по улице с белыми, выделялся из толпы. На это Apple сделали особый упор, сняв в 2001-м рекламу с танцующими людьми в вихре белых проводов. В будущем белые наушники станут неотъемлемой частью культа iPod. И до сих пор AirPods выходят только в одном белом цвете по одной единственной причине — это дань уважения iPod. Однако, несмотря на обилие фишек и революционный подход к созданию устройства, первый iPod нельзя считать по-настоящему успешным. Изначально был только один вариант объема памяти — 5 гигабайт, и стоил он 399 долларов, что в пересчете на сегодняшний курс примерно 620 баксов. Модель с 10 гигабайтами вышла позже и стоила уже 499. Даже сегодня это кажется довольно дорогим приобретением. А тогда, хоть портативные плееры и были дерьмовыми, но по крайней мере они были доступными. Высокая стоимость iPod прямо повлияла на его продажи. По задумке, он должен был стать звездным продуктом, но первая модель была несовместима с компьютерами на Windows. Для того, чтобы залить на него песни, требовалось иметь компьютер от Apple, ведь iTunes работал только на macOS. К тому же, 11 сентября 2001 года, за месяц до официального запуска, случились сами знаете какие события, и Apple не могла устроить пышную презентацию во время того, как вся страна скорбит. Джобс рассказал о плеере, как его делали, а рекламным слоганом стала фраза «Тысяча песен в вашем кармане». Критики тут же подняли шум, жаловались на цены, на несовместимость с другими компьютерами из-за разъема FireWire, жаловались даже на размер, и большинство просто не понимало, какие есть преимущества у этого плеера. И это было даже в какой-то степени оправдано. Легче было купить дерьмовый маленький плеер на 64 мегабайта памяти, чем хороший на 5 гигов, но с кучей ограничений. В результате к концу 2001 года Apple продала 125 тысяч iPod. Не так уж и мало, но название легенды как-то не дотягивает. Зато продажи первого iPod подтянули продажи iMac. Идея Джобса с экосистемой сработала. Благодаря iPod об Apple стали говорить в широких кругах, и не только как о компьютерной компании, а как о молодом, быстро развивающемся, высокотехнологичном бренде. Выход второго iPod также индустрию не потряс. Его представили 17 июля 2002, и он мало чем отличался от первого поколения. В основном изменения коснулись того, чтобы улучшить впечатление об устройстве. Порт FireWire теперь закрывался крышкой, на задней панели был более современный шрифт, а вот колесо прокрутки стало более плоским, утопленным в корпус и сенсорным. Интересно, что оно реагирует на поворот пальцев вокруг него, но физически не двигается. Пусть это и не так приятно тактильно, но сыграло в пользу надежности. Зато с его выходом Apple снизила цену на iPod первого поколения. Версия на 5 гигабайт теперь продавалась за 300 баксов, а iPod 2 на 10 гигабайт стоил 399. Это означало еще больше песен в вашем кармане, если тысячи вам было по каким-то причинам недостаточно. Но это все мелочи, поскольку самым важным изменением во втором поколении стала поддержка Windows. Компания выпустила два медиаплеера, iPod для Windows и iPod для macOS, и продажи шли довольно неплохо. За два года компания продала 1 миллион 400 тысяч iPod и заняла 31% рынка. Но до мирового господства Apple не хватало одной важной детали. Детали, которая сделает из плеера совершенную и законченную систему. Как вы помните, первый iPod продавали со слоганом «1000 песен в кармане». Но откуда взять эту тысячу песен? Через iTunes можно было только собрать плейлисты, сортировать треки и залить их на iPod. Но чтобы приобрести песни или новый альбом, приходилось ножками топать в ближайший музыкальный магазин, покупать там компакт-диск, либо искать музыку в интернете, где легче скачать бесплатно, чем найти, как купить. Люди просто бросали деньги в монитор, но ничего не происходило. Джобс прекрасно понимал размах пиратства. Только в 2002 году продажи компакт-дисков в США упали на 9%. Однако Стива это не тревожило. Он вырос во времена хиппи, а это контркультура, протест против правительства и больших корпораций. Он не питал вообще никакой симпатии к звукзаписывающим компаниям. Но музыканты ведь должны зарабатывать на своем творчестве. Вы когда последний раз были в кинотеатре? Я даже не помню. Сначала ковид, потом практически полное отсутствие хороших новинок. Что, из-за попкорна, что ли, туда идти? Но для тех, кто привык смотреть сериальчики и фильмы из дома, есть хорошее решение от DIGMA мини-кинотеатр The Magic Cube. Он сочетает в себе функции проектора, умного телевизора и аудиосистемы. А встроенный аккумулятор и крохотные габариты позволяют носить устройство практически в кармане, использовать его где угодно. И сериалы с фильмами смотреть, и презентации проводить. Хоть в офисе, хоть на природе. Главное, стену найти. Проектор способен выводить изображение диагональю до 120 дюймов с разрешением Full HD по технологии DLP, то есть с большим световым потоком и лучшей контрастностью, чем у LCD-аналогов. Вручную наводить резкость не нужно, есть оптическая автофокусировка, для аудиосопровождения предусмотрены динамик на 2 Вт и 3,5-мм разъем для наушников. Внутри The Magic Cube есть 16 ГБ памяти, чего хватит на несколько фильмов в хорошем разрешении. А предустановленная система на базе Android позволяет использовать YouTube, Netflix, Кинопоиск, презентации в PowerPoint и даже игры. К тому же здесь есть USB, значит можно воткнуть флешку, есть Wi-Fi, есть Bluetooth и есть Miracast, поэтому и стримить с любого устройства можно прямо вот сюда. Поэтому переходите по ссылке в описании и знакомьтесь с The Magic Cube. Поощряя пиратство, Джобс бы сквотил приличное состояние, но будь у владельца iPod легальный магазин внутри iTunes, где каждый легко и недорого мог бы купить музыку и отдать процент с каждой покупки Apple, Джобс бы заработал сумасшедшие деньги. Музыкальная индустрия тогда переживала нелегкие времена. Такие гиганты, как Owl Time Warner и Sony, искали общий стандарт защиты музыкальных файлов от копирования и сражались со скопищем пиратских сайтов Napster, Grokster, Gnutella, Kazza и другие, и это только в Штатах. В результате долгого и упорного труда, с привлечением десятков специалистов, никакой защищенный стандарт музыкальные гиганты так и не изобрели, лишь стыдливо высрали формат некопируемых дисков, которые все вокруг ненавидели. Но в результате этих потуг родилось два музыкальных сервиса, Press Play и MusicNet. Стриминговые сервисы в 2002-м, ммм, уже представляете, что они там наворотили. Во-первых, оба сервиса грызлись друг с другом за авторское право, так как Press Play принадлежал Sony и Universal, а MusicNet владели Owl Time Warner, Брэд Сальман и Эми, совместно с Real Networks, они не лицензировали музыку для своего соперника, поэтому оба могли предложить лишь половину существующих песен. Во-вторых, каждый сервис действовал по подписке. Это не было стримингом в том виде, в котором он существует сейчас. Вы могли слушать музыку, но не могли ее скачивать. Либо могли скачать, но не все треки, из которых скачали, могли записывать на диск. Ну и помимо ежемесячной подписки, были дополнительные платежи. Ну и в-третьих, создатели вообще не понимали, что они делают. И в обоих сервисах присутствовала сложная система ограничений, а их интерфейс был перегруженным и неудобным. Уже понимаете, к чему все идет? Правильно. Оба сервиса заняли 9 место в списке 25 худших технических изобретений за всю историю человечества по версии журнала PC World. Презентация iTunes Store состоялась 28 апреля 2003-го. На сцену выходит Стив Джобс, рассказывает о феномене пиратского сервиса Napster, пинает дерьмовые сервисы для легального прослушивания музыки, а затем показывает, как нужно делать. Вот он, музыкальный магазин iTunes Store. Цены ниже, чем у конкурентов. Интерфейс проще. Музыкальная библиотека навсегда твоя. Музыкальным компаниям идут роялти. Музыканты зарабатывают больше, а пользователям больше не нужно пиратить. Apple продавала свои песни по 99 центов. Такая цена подталкивала к импульсивным покупкам. Лейблы получали по 70 центов с песни, у каждого альбома была своя обложка, ну а песню перед покупкой можно было послушать. К тому же все песни были в самом лучшем качестве. Айпод третьего поколения, презентованный тогда же со сцены, получил радикально обновленный дизайн. Я не могу сказать, что этот внешний вид мне больше всего нравится у Apple. Для многих он до сих пор выглядит, как дешевая китайская копия айпода. Но, тем не менее, очень интересно посмотреть, что же он тогда из себя представлял. Тут сразу бросается в глаза глянцевый корпус, а также наличие кнопок с подсветкой. Интересно то, что эти кнопки физически не нажимаются. Они сенсорные, но при нажатии они издают характерный щелчок. Безусловно, это очень странное устройство Apple, а о существовании которого, честно говоря, до создания этого видео я не знал. Тут наконец-то отказались от порта FireWire в пользу 30-пинового разъема. И слава господу богу, потому что мне больше не придется делать вам больно своим произношением этого названия. Причиной перехода, впрочем, сказался не мой английский язык, а входящая в комплект док-станция. По ней он мог заряжаться и синхронизироваться с компьютером. Эта модель предлагалась в трех вариациях, на 10, 20, либо 30 гигабайт, и базовая вмещала в себя примерно 7500 песен. И цена в 300 долларов была основным фактором продвижения iPod. Но покупали его в первую очередь из-за экосистемы. Это было полностью законченное устройство. Железо дополнял отличный софт и музыкальный магазин. Покупая любой другой плеер, вы покупали только плеер. Покупая iPod, вы становились клиентом Apple и брали у них музыку, хотели посмотреть компьютеры. А покупая их, в свою очередь, вы брали софт, ну и далее по цепочке. iPod стал локомотивом продаж любой техники Apple и компании, было что вам предложить. Магазины Apple Store стали приносить столько прибыли, что один квадратный метр магазина приносил больше, чем любой другой магазин в Америке. Только подумайте, один квадратный метр приносит больше прибыли, чем целый магазин любого другого бренда, будь то тачки, драгоценности или одежда. iPod 3 продался лучше всех плееров Apple до этого. В тот год компания продала миллионный плеер, и именно iPod 3 стал поворотным моментом в истории музыкальной индустрии. Правда, не столько он, сколько iTunes Store. Только за первые шесть дней в нем продали миллион песен, а в сентябре это число перевалило за 10 миллионов, а за первый год было продано 70 миллионов треков. Музыкальный магазин Apple показал миру, как можно и нужно зарабатывать на музыке. В феврале 2006-го 16-летний школьник из Мичигана купил миллиардную песню. Это была Speed of Sound группы Coldplay. За это он получил в подарок 10 iPod, 1 iMac, подарочный сертификат на покупку музыки на 10 тысяч долларов и звонок лично от Стива Джобса. А вы помните, что всего за шесть лет до музыкального магазина Apple была на грани банкротства? Многие пицы-мейкеры говорят, что в algún день ты сможешь сказать, что делать, что делать, и он будет обойтись. А в октябре 2003-го iTunes вышла для Windows, и это серьезно подпалило задницу Биллу Гейтсу. Джобс тогда заявил, что iTunes для Windows — это лучшая программа, которая когда-либо была написана для Windows. Три года спустя Microsoft представит свой PlayerZoon как неуклюжее подражание Apple iPod. В его разработку вложили миллионы денег, а в продвижение — еще больше. Но спустя два года плеер занимал менее 5% доли рынка и стал провальным. Джобс спустя время назвал PlayerZoon полным дерьмом. Феноменальный успех iTunes Store — это заслуга по большей части Стива Джобса. Создать магазин с интуитивно понятным интерфейсом для него было несложно. Особенно, когда у тебя за плечами колоссальный опыт, ну и куча дизайнеров в штате и разработчиков, гораздо сложнее было договориться с правообладателями. Для запуска iTunes Стив Джобс изо всех сил пытался склонить лейблы на свою сторону и даже лично договорился с Sony, но этого было мало. В контрактах многих музыкантов содержались пункты, дававшие им право самостоятельно распространять свою музыку. В цифре или, наоборот, запрещавшие продавать песни по отдельности. Поэтому Джобс лично уговаривал многих артистов. Он мог позвонить своему ассистенту Роджеру Эймсу в 10 вечера и сказать, что ему срочно нужно связаться с Мадонной или Лед Зеппелен. Успех музыкального магазина прямо зависел от Стива, так как кроме него подобных звезд никто бы не смог уговорить. Стив даже встречался с доктором Дре и лично показал ему интерфейс iTunes, объяснил, как всё устроено. Также он встречался с Миком Джайгером, Шерил Кроу и Боно, солистом U2. Кстати, в 2004-м выйдет фирменный iPod U2 Special Edition. Эта чёрная модель с красным колесом выглядит невероятно сексуально. Монохромный экран и лазерная гравировка с автографами группы на задней стороне устройства. Этот дизайн также разрабатывал Джонни Айв. И примечательно тут то, что Боно и Айв были друзьями. Джобсу не нравился ни этот дизайн, ни рекламная компания, но ещё больше ему не нравился тот факт, что U2 получали процент с каждого проданного такого iPod. Но когда U2 наконец подписали договор с Apple, Айв и Боно пошли в паб и хорошенько напились в честь запуска коллабы. Специальное издание совместно с U2 выходило также и в 2005-м, и в 2006-м годах. И это единственная группа, у которой был коллаб с Apple iPod. Кстати, забавный факт. В 2014-м Apple подарила альбом группы U2 Songs of Innocence всем пользователям своей продукции. Но прикол в том, что альбом невозможно было удалить из библиотеки. Загружался он принудительно, и это стало проблемой не только для не фанатов группы, но и для пользователей с маленьким объёмом памяти. Однако Боно сыграл в судьбе Apple ещё одну немаловажную роль. В 2006-м певец подписал с Джобсом очень интересную сделку. Дело касалось его компании Product Red по сбору средств на борьбу со спидом в Африке. Джобс никогда не интересовался благотворительностью, но согласился выпустить красный iPod в рамках этой компании. И до сих пор любой красный гаджет от Apple относится к Product Red и помогает бороться со спидом. Почему iPod'у было так сложно составить конкуренцию? С Microsoft понятно, у них есть Windows, которая их кормит, и редкий продукт, выходящий из-под её крыла, становится успешным, потому что ну а зачем вообще стараться? Но как же с Sony? У них ведь был Walkman, прекрасный бренд портативных плееров. Walkman, будучи пионерами отрасли, с конца 80-х задавали тренд в индустрии и были эталоном на протяжении десятилетий. В конце 90-х это был самый продаваемый плеер в истории. Но это не всё. У японской компании есть Sony Music. Это целое подразделение, занимающееся музыкальной дистрибуцией и звукозаписью. Между прочим, это вторая по величине звукозаписывающая компания большой тройки. Почему же Sony, имея такой колоссальный опыт, ресурсы и наработки, не смогла пободаться с Apple iPod? Дело в том, что Sony состояла из подразделений, и каждое подразделение преследовало свои цели и предоставляло по итогу квартала финансовый отчёт. Подразделениям редко удавалось добиться командной работы. Jobs же не делил Apple на подразделения собственными прибылями и убытками, в компании составлялся отчёт на всю компанию. Sony стремилась не наносить убытков самой себе, и в вопросах музыки было особенно осторожно, ведь если бы они создали музыкальный плеер и сервис по продаже музыки, это нанесло бы убытки звукозаписывающему подразделению. Jobs не боялся нанести урон самому себе. Если мы сами себе не причиним убытки, это сделает кто-нибудь другой, говорил он. Поэтому, несмотря на то, что iPhone мог нанести урон продажам iPod, а iPad мог снизить уровень продаж ноутбуков, это его никогда не тревожило. Однако Sony всё же рискнула, и в июле 2003-го начала создание сервиса Sony Connect, который позволял бы продавать музыку онлайн и воспроизводить её на плеерах Sony. Но в результате разные подразделения Sony так и не смогли друг с другом договориться, и начались внутренние конфликты, подобные тем, что погубили Sony Ericsson. Сервис Sony Connect был запущен в мае 2004-го, он прожил чуть больше трёх лет, а затем Sony его закрыла. Итак, 2004-й год. Apple в своём арсенале имеет всего три версии iPod. Пользователи в восторге от этого устройства, плеер продаётся великолепно и даже становится элементом поп-культуры. Она составляет свои собственные плейлисты. Любит слушать MP3 во время охоты. Музыка звучит у неё в сердце. Хардкор, трип-хоп. Что там ещё слушает молодёжь в наши дни? А вот мне больше нравится Дэвид Хасельхофф. Из-за MP3 и моды на iPod появилось такое явление, как подкасты. Само слово «подкаст» произошло от iPod и бродкастинг, то есть вещание для iPod. Джобс и его команда, Рубинштейн, Айв, Фадейл и другие, работали над новыми версиями iPod, которые публика уже со стервенением ждала и традиционно встречала овациями и кипящим мочеспусканием. В январе 2004-го вышел iPod Mini. Он был размером с визитную карточку и вмещал не так много музыки, но при этом стоил почти столько же. Джобс не хотел его выпускать, потому что считал, ну кто будет платить ту же цену за меньший объём памяти, но Фадейл считал, что Джобс просто не понимает, и такая штука пригодится на пробежке или в спортзале, поскольку Стив спортом не занимался, он был от этого далёк. Но именно iPod Mini принёс Apple невероятный успех, и благодаря ему компания стала доминировать на рынке. Он в пух и прах разгромил конкурентов, производящих маленькие плееры с флеш-памятью, а через полгода после его презентации доля Apple на рынке выросла с 31 до 74%. Чем же так хорош iPod Mini? В первую очередь цена. Minic стоил дешевле, умел всё то же самое, что и старшие модели, да и уровень престижа предлагал тот же, при этом выпускался он в ярких цветах, был меньше по размеру. Этот тонкий, лёгкий, компактный плеер работал по 18 часов от одного заряда, и уже тогда имел быструю зарядку до 80% за 2 часа. На корпусе не было никаких торчащих кнопок, только сенсорное колёсико ClickWheel с одной кнопкой ОК посередине. Даже сейчас девайс ощущается очень приятно тактильно, а тогда это был просто отрыв башки. В июле того же года вышел iPod 4-го поколения, также известный как iPod Photo, он тоже получил обновлённое колёсико ClickWheel, что и iPod Mini. Сначала плеер выпускался с монохромным дисплеем, но с 2005-го он уже имел цветной дисплей, способный отображать 65 тысяч цветов. Объём жёсткого диска составлял 20 либо 40 гигабайт, а позже 20 либо 60, и при этом работал 12 часов без подзарядки. В октябре 2003-го медики у Джобса обнаружили тень на снимке в районе поджелудочной железы. После детального обследования врачи сообщили ему плохую новость. Это опухоль. Её можно было удалить хирургическим путём до того, как опухоль бы успела распространиться, но вместо этого Стив отказался от своевременного лечения. Вместо этого он принимал отвары из трав, сидел на особой диете и предпочитал углоукалывание. В результате болезнь прогрессировала, и лишь когда в июле 2004-го, то есть через год почти ему показали снимки КТ, на которых было видно, что опухоль растёт, он согласился на оперативное вмешательство. 31 июля 2004-го ему удалили часть поджелудочной. К своим обязанностям он должен был приступить в сентябре после реабилитации, а до этого момента компанией руководил Тим Кук. К сожалению, операция не помогла, и рак успел распространиться на клетке печени. Джобс держал это всё втайне, что борьба его с раком продолжается. Вместо этого он сказал всем, что вылечился, а сам периодически проходил курсы химиотерапии. И вот сегодня мы представляем iPod Shuffle. Вот так он выглядит. Он невероятен. В январе 2005-го был представлен ещё более революционный продукт iPod Shuffle. Это был первый плеер с флеш-накопителем небольшого объёма. 512 мегабайт продавали за 99 долларов, а 1 гигабайт за 149. Главная фишка устройства — это функция Shuffle, или случайный выбор трека. iPod Shuffle на первый взгляд выглядит как-то скучно. Тут нет колёсик прокрутки, нет даже дисплея, только вот кнопки, кнопка play-pause, а также увеличение и уменьшение громкости, вперёд-назад, ну и вот эта штука открывается, чтобы её пихать в комп. Но учитывая объём памяти, это всё, что вам нужно. iPod Shuffle задумывался как маленький и недорогой плеер. Во время разработки Rubinstein и Fadel всё уменьшали, уменьшали экран. И в какой-то момент Джобс такой говорит, «А давайте мы вообще уберём экран, зачем он нам нужен? Мол, песни же всё равно будут воспроизводиться в случайном порядке, а человек уже сам решит, что залить себе в плеер. Так что всё, что нам нужно — это кнопка, которая бы позволяла пропустить песню, если не хочется её слушать». И они так и сделали. Добро пожаловать в неизвестность, гласила реклама. OLED, QLED, QD OLED — всё это технологии производства матриц для телевизоров. Но теперь есть ещё одна. Встречайте, SLED. Ключевое отличие от главного конкурента здесь QLED — использование в подсветке светодиодов не только синего, но ещё и красного и зелёного цветов. Благодаря этому экран передаёт куда более точные и равномерные цвета. При снижении вредного воздействия синего излучения. Последнее подтверждено сертификатом авторитетной лаборатории TÜV Rheinland. SLED разработан Realme, самими Realme, при участии TÜV Rheinland. И первый телевизор с новым типом матрицы уже продаётся в России. Это Realme Smart TV SLED 4K. 55-дюймовый дисплей отображает более миллиарда цветов и охватывает 108% цветового пространства NTSC. Рамки вокруг экрана всего 9,5 мм, а углы обзора почти максимальные — 178 градусов. Что ещё? 24-ваттная акустика из четырёх динамиков с поддержкой технологии стереозвучания Dolby Audio, производительный процессор от Mediatek, умная система на базе Android TV, пульт с голосовым управлением и подписка на онлайн-кинотеатр Иви на 3 месяца в подарок. И если вы хотите опробовать новый телевизор с подобным типом экрана, то по ссылке в описании всего за 49 990 рублей. Простой, понятный и бюджетный шаффл был фантастическим шагом со стороны Apple. Компания привлекла новых покупателей, которые никогда не смогли бы себе позволить iPod, если бы он не стоил 99 баксов. И это прямо отразилось на продажах. На пике этого поколения производилось по 100 тысяч устройств в день. Это просто безумие. Через месяц, в феврале 2005-го, Apple презентует еще две новые модели Apple iPod Photo, он получает цветной дисплей, и iPod мини второго поколения в новых цветовых вариантах. Как таковой революции они не произвели, просто минорное обновление уже имеющихся плееров. А вот в сентябре того же года вышел iPod Nano. Все iPod отлично помещаются в карман традиционно. А для чего нужен этот кармашек? Мне всегда было интересно. Теперь мы знаем, потому что это новый iPod. iPod Nano полностью заменил мини в линейке Apple. В нем использовался современный флеш-накопитель, поэтому его смогли сделать меньше, легче и просто в целом лучше. Да и скорость передачи данных была быстрее, чем на жестком диске. У него был цветной дисплей, и сначала он выпускался с двумя или четырьмя гигабайтами памяти и стоил 200 или 250 долларов, а затем был добавлен вариант с одним гигабайтом за 150 долларов. Когда Джобс и Джонни Ай в 1997 году образовали творческий тандем, они изобрели уникальный подход к созданию продуктов. Сперва они прорисовывали внешний вид устройства, а затем инженеры как-то должны были впихнуть начинку в получившийся корпус. Обычно в компаниях все наоборот, сперва создается начинка, и затем уже дизайнеры как-то натягивают все это дело на внешний вид гаджета. Если инженеры Apple говорили, что невозможно в получившийся корпус воткнуть необходимое железо, то Стив Джобс боролся всеми силами с этим и в конечном итоге добивался, конечно же, своего, и толкал инженеров на всякие интересные подвиги. Впрочем, такой подход время от времени вызывал небольшие проблемы. Например, пластиковые элементы в iPod Nano легко царапались, так как iF подумал, что прозрачное защитное покрытие нарушит безупречность его замысла. Плеер в итоге царапался настолько легко, что следы оставались даже от протирания мягкой тряпкой. За это против Apple подали коллективный иск в суд. Компания в итоге выплатила от 15 до 25 долларов каждому покупателю и потратила 22,5 миллиона баксов на урегулирование вопроса. Но это не помешало успеху модели, и за 17 дней Apple продала 1 миллион iPod Nano. Он был маленьким, более доступным, да еще и с цветным экраном. В октябре выходит iPod пятого поколения, известный также как iPod Video. Теперь плеер может воспроизводить видео и обладает большим экраном. Он стал значительно тоньше и легче, чем четвертое поколение памяти стало больше, а также дисплей стал больше, целых 2,5 дюйма 320 на 240. Это устройство не зря называют iPod Video. И не только потому, что оно это самое видео воспроизводит, но и потому, что в iTunes Store стали продавать клипы, фильмы, сериалы и ТВ-шоу. Это был еще один серьезный шаг в постоянно развивающейся экосистеме Apple, но дался он нелегко. Джобс ранее основал Pixar и дико посрался из-за нее с Disney, и вражда между Стивом и Мышиным домом длилась очень долго. Disney, как известно, огромная компания, которой принадлежат права на тысячи картин, а для успешного запуска видеосервиса Apple нужны были права на их сериалы, и Стиву повезло. Перед презентацией нового iPod у Disney сменился директор, им стал Роберт Айгер, который был фанатом Apple. У Айгера было несколько iPod, которые он не выпускал из рук и мечтал на них смотреть кино. Джобс договорился о предоставлении прав с Айгером, но переговоры заняли больше недели. В результате Disney дала права на свои шоу. Если мы хотим ТВ-шоу, нам нужны крутые хиты, так? Какое шоу номер один на телевидении? Отчаянные домохозяйки. А какое шоу номер два на телевидении? Lost. А кому они принадлежат? ABC. А кто владеет ABC? Disney. А я знаю этих ребят. Спасибо большое вам. Стив круто тут выступил. Мы в Disney очень рады такой инициативе. У нас действительно отличное отношение со Стивом, как он только что сказал. Мы рады возобновить отношения с Apple. С Apple, но не с Pixar. Может, в другой раз посмотрим. И после этого они купили Pixar, кстати. Все модели iPod 2005-го принесли Apple невероятный успех. Новинки разлетались с полок магазинов. Прибыль была абсолютно колоссальной. Просто взгляните на этот график. В 2005-м компания продала какое-то безумное количество устройств. 20 миллионов штук. Это больше, чем за все время с 2001-го по 2004-й. Плюс к тому iPod обеспечил 45% прибыли всей компании и подстегнул продажи компьютеров Mac. Золотой век iPod длился с 2004-го по 2006-й. Плеер обрел бешеную популярность и запустил среди звезд шоу-бизнеса тренд «Что в твоем iPod?» На ток-шоу, в интервью, все чаще обсуждали плейлисты и любимые треки. А коллекция песен, собранная в iPod, могла многое сказать о тебе, как о человеке. Смотрите, я нашел iPod. Он же раздолбан в хлам. Что ты будешь с ним делать? А что еще с ним можно делать? Выставлю на продажу на ebay, как б.у. Если раньше Apple трудно было договориться со звездами, то теперь музыканты сами мечтали появляться в рекламе iPod, ведь это гарантировало им успех. К примеру, Джобс обожал Боба Дилана и хотел видеть его в рекламе iPod, но популярность Дилана на тот момент уже была на нуле. Дилан все же появился в рекламе iPod и после этого за неделю поднялся на первое место в чарте Billboard. iTunes кого угодно мог катапультировать на пьедестал славы. Со времен Macintosh ни один другой продукт не оказывал такого влияния на технологическую индустрию за столь короткое время, как iPod. И его успех в конечном итоге поспособствовал появлению iPhone. Джобс понимал, что появление телефонов, способных воспроизводить MP3, рано или поздно погубит его музыкальный бизнес и стал вынашивать идею, как сделать свой телефон с iTunes. И более того, такие разработки тайно велись в Apple с 2003 года. Руководство Apple даже обдумывало идею купить для этих целей Motorola, но решилось, что получится слишком уж дорого. Вместо этого они в 2005 выпустили с Motorola первый в мире телефон с iTunes, он же Motorola Rockr E1. О нем я уже рассказывал вам в истории краха Motorola. По задумке iTunes фон должен был подтолкнуть продажи iPod Shuffle и привлечь к iTunes больше аудитории. Однако Rockr E1 провалился и стал черным пятном на репутации Motorola. Но Стив нажил хороших друзей в лице руководителей сотового оператора Singular Wireless, она же AT&T. В процессе создания он присутствовал на совещаниях Moto и собирал важную информацию о том, как устроен мобильный рынок. В результате провал Rockr E1 и успех iPod навели Стива на мысль создать iPhone. Айпод повлиял не только на мир технологий, он фактически убил розничные музыкальные магазины, которые существовали раньше. Возможно это бы и так произошло с ростом популярности формата MP3, но iTunes принес огромные перемены в бизнес. Кто бы мог подумать, что именно Apple из всех компаний навсегда изменит музыкальную индустрию. Весь 2006 Стив тайно создает iPhone в атмосфере беспрецедентной секретности. О его истории создания мы как-нибудь обязательно поговорим в отдельном видео. Пока же забегая вперед скажу, что к его созданию были подключены практически все лучшие специалисты Apple. Так что команда работавшая над созданием iPod полным составом перекочевала в проект телефона Apple. Новыми моделями никто толком не занимался. А за весь 2006 вышли всего лишь iPod Nano второго поколения и iPod Shuffle второго поколения. iPod Shuffle 2006 это абсурдно маленькое устройство в крошечном прямоугольном алюминиевом корпусе. Это по сути флешка с клипсой на задней панели. Пожалуй это самая распространенная модель iPod, так как стоил он всего 79 долларов, а со временем еще и подешевел. Спрос на него взмыл в небо. Как утверждала Apple, это был самый маленький в мире MP3 плеер. И я искренне верю, что на момент создания это так и было на самом деле. Но еще это и самый подделываемый плеер в мире. На китайских барахолках у нас можно было его взять за копейки под самыми разными названиями. Вставил в microSD-шку, пошел, слушаешь музыку, красота. Но оригинальный iPod Shuffle 2006, в отличие от подделок, не имел разъема под microSD и изначально выпускался с одним гигабайтом памяти. Также у него нет 30-пинового разъема, а заряжать и синхронизировать его с компьютером нужно через мини-джек для наушников. Также в начале 2006-го Apple заявила, что больше не будет использовать процессоры Portal Player в своих iPod. Поэтому Nano 2 и Shuffle 2 работали уже на процессорах от Samsung. Сотрудничество с Samsung привело к тому, что разработку процессоров для первого iPhone также отдали корейскому гиганту. Ну а Portal Player в том же году купили Nvidia. Они тоже хотели выйти на рынок портативных плееров, но исход этого решения немножко предсказуем. Apple была на пике и в полной мере пользовалась популярностью iPod. Она больше не была компьютерной компанией для горстки вовлеченных гиков. Apple стала массовым брендом и обогнала Dell по капитализации. Постепенно музыка стала занимать весьма значительную часть бизнеса Apple. В 2007-м доходы от продаж iPod составили половину дохода компании. iPod становился универсальным устройством и умел не только играть музыку, но и работал с фотографиями. На нем можно было играть в игры, читать книги, смотреть сериалы. Но дни славы iPod подходили к концу, потому что компания собиралась сделать самый важный шаг вперед за всю свою историю. В 2001-м году мы представили первый iPod. И он изменил не только то, как мы слушаем музыку, он изменил всю музыкальную индустрию. И сегодня мы собираемся представить три революционных продукта. Первое. iPod с большим экраном и сенсорным управлением. Второе. Революционный мобильный телефон. И третье. Потрясающий интернет-коммуникатор. Итак, iPod. Телефон. Ну вы поняли, да? Это не три разных устройства. Это одно устройство. Мы назвали его iPhone. Сегодня Apple изобрели телефон заново. Вот так он выглядит. 2007-й год стал началом конца iPod, но началом совершенно новой истории Apple. После анонса iPhone, Apple компьютер официально стал называться просто Apple, что означало большие перемены. iPhone умел работать с видео, фотографиями, воспроизводил музыку, мог выходить в интернет. Так что нужда в iPod, как в отдельном устройстве, со временем отпала сама по себе. В 2007-м Apple выпустила ещё и оригинальный iPod шестого поколения, который получил название iPod Classic. Жаль, что это последняя модель классических флагманских плееров, ведь со следующего года его место полностью займёт iPod Touch. Также вышел и мой любимый iPod Nano третьего поколения с большим дисплеем. Я не могу объяснить, почему это устройство вызывает у меня такой восторг, но вот есть в нём что-то притягательное. Из всех плееров Apple он самый завершённый, самый продуманный по дизайну. И когда я слышал iPod, то почему-то представляю именно его. Ну а далее вышел iPod Touch. Когда мы представили iPhone, мы сказали, что это лучший iPod в истории. И люди спрашивали нас, когда же мы перенесём эту технологию на iPod? Ответ на этот вопрос, мы сделаем это сегодня. Вот так выглядит продукт. Он называется iPod Touch. У меня как раз есть такой. Отдельное видео о том, что это за устройство, как оно ведёт себя в 2022-м и какая история за ним стоит, уже есть на канале Розетки. Переходите по ссылке в описании или по подсказке. Там Максон распечатывает новый запечатанный iPod Touch. Да, это не так интересно, как званый ужин с Николаем Должанским, но техногикам к просмотру обязательно. А ещё iPod, iPod, iPod Touch, iPod, это прикольно. iPod, iPod, iPod Touch, iPod, какая красота. iPod Touch был очень похож на iPhone. Он был гораздо тоньше первого iPhone, умел выходить в интернет и имел 3,5-дюймовый мультитач дисплей. Однако с него нельзя было звонить, у него отсутствовала камера. К тому же качество экрана было гораздо хуже. Зато стоил он почти в два раза дешевле, чем iPhone. Apple просто нужен был, чтобы у iPod Touch были хоть какие-то недостатки, иначе люди покупали бы его вместо iPhone. 2008 становится переходным годом для Apple. Основное внимание компания уделяла разработке iPhone, но и на iPod тоже старалась заработать, ведь у него всё ещё была активная аудитория, а их смартфон лишь набирал обороты. В сентябре вышел iPod Touch второго поколения, это был своего рода бюджетный вариант iPhone 3G. Он делал практически всё то же самое, кроме телефонных звонков и фотосъёмки. В нём впервые появился внешний динамик, подтянули экран и время автономной работы. Вместе с ним представили и iPod Classic в тонком корпусе на 120 гигабайт на замену старым моделям, а также iPod Nano четвёртого поколения. В него добавили акселерометр, как в iPhone, чтобы можно было перемешивать треки, просто встряхивая устройство. С каждым годом в музыкальных плеерах становилось всё меньше и меньше смысла, и только iPod продавался хорошо. Ведь в тот год на iPod Touch вышел App Store, а значит появились приложения для него, а также игры. Плеер заиграл новыми красками, и именно тогда он стал по-настоящему популярен. Прямо со сцены было объявлено, что iPod Touch мощнее Sony PSP и Nintendo DS вместе взятых. iPod Touch брали и те, кто не мог позволить себе iPhone, и те, кому нужны были мобильные игры, брали детям, которым не нужен настоящий телефон, а многие просто брали его и телефон-простушку, чтобы звонить. Сенсорный экран был гораздо понятнее интуитивно, чем колёсик прокрутки. Плюс с магазином iTunes на самом устройстве можно было покупать и скачивать музыку, даже не подключая его к компьютеру. В марте 2009-го компания представила iPod Shuffle третьего поколения. Абсолютно крошечное устройство, похожее на небольшую зажигалку. Apple было недостаточно убрать дисплей, они ещё и кнопки поубирали. Вместо них был только классический переключатель Shuffle в верхней части. Там же был и разъём для наушников, который по-прежнему использовался для зарядки и синхронизации устройства. Это была довольно интересная штука, но очень непрактичная. Размер клёвый, но без кнопок? Вы серьёзно? Как им вообще пользоваться? Оказывается, пользовались им с помощью пульта на наушниках Apple, а название плейлистов и треков озвучивала функция VoiceOver. Это был очень странный iPod, определённо самый странный из когда-либо созданных Apple и, вероятно, самый компактный. В сентябре выходит iPod Nano пятого поколения с камерой, а также iPod Touch третьего поколения, который получает минимальные изменения. И да, у флагманского iPod Touch не было камеры, а у iPod пятого поколения она была. Очень маленькая и с фиксированным фокусом, но способная записывать видео с разрешением 640 на 480. При этом фотографировать на эту камеру было нельзя, почти как на современные Xiaomi. Зато компания параллельно с выпуском новинок снизила цены на многие прошлые модели, чем в очередной раз подстегнула продажи. Удивительно, но 2009-й стал годом, в котором продалось больше всего плееров в штуках. Это был пик, после которого последовал спад. При этом, хоть iPod и принёс меньше всего денег компании, всего 13% выручки пришлось на аудиоплееры, отказываться от его производства было ещё рано. Всё-таки это весомая статья доходов. И хотя обновлённые iPod всё ещё были на высоте, но они были уже не такими революционными. Всё хорошее заканчивается, и сейчас стало ясно, что iPod уже не будет прежним. 2010-й становится прорывным для Apple. В тот год компания показала первый iPad и iPhone 4. Оба этих девайса произвели революцию, стали мегауспешными, даже культовыми устройствами. А 1 сентября 2010-го было объявлено о выпуске трёх новых моделей iPod. Shuffle 4-го поколения, Nano 6-го поколения и iPod Touch 4. В Shuffle вернули кнопки, он стал похож на второй Shuffle, но только уменьшенный. Осталось голосовое сопровождение и плейлисты. При этом стоил он всего 50 долларов. Это был последний Shuffle, после которого компания не будет обновлять его до пятого поколения, а лишь будет добавлять памяти и новые цвета. А вот iPod Nano 6-го поколения претерпел самые большие изменения в дизайне и напоминал Apple Watch, только с клипсой на задней крышке. К тому же экран имел поддержку мультитач, были предустановлены обои, можно было настроить интерфейс, выбрать большие иконки по одной на каждую страницу или четыре маленькие на одной странице. Вот этот плеер вышел за пять лет до Apple Watch, но уже тогда люди цепляли эту штуку на браслеты от сторонних производителей и превращали его в один из первых вариантов умных часов. Кстати, самый популярный ремешок назывался тогда TikTok. Просто вот такое интересное совпадение. Самой заметной новинкой 2010-го стал новый флагманский iPod Touch 4-го поколения с камерами спереди и сзади и поддержкой FaceTime. Дизайн был просто отличным. Экран как в iPhone 4, процессор A4, iOS 4 — это уже по сути был просто iPhone, только без лотка для сим-карт, и при этом он был тоньше, эргономичнее и дешевле, чем iPhone. Но это последняя презентация iPod, которую провел Стив Джобс. Стиву становилось хуже. Тогда на презентации iPod в 2010-м это было уже очевидно всем. Он серьезно похудел и осунулся. Однако Стив считал, что его здоровье — это его личное дело. В СМИ он всячески опровергал любые слухи о рецидиве рака и списывал все на гормональный сбой. Когда Bloomberg опубликовал раньше времени «Никролог» о Джобсе, тот ответил цитатой Марка Твена, мол, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Но поскольку благосостояние Apple было тесно связано с имиджем и харизмой Джобса, его здоровье прямо повлияло на стоимость акций компании. Когда в 2006-м он брал перерыв по состоянию здоровья, цена акций Apple упала со 188 до 156 долларов за один месяц. Но в 2011-м ремиссия закончилась, и Стиву стало хуже. В августе того же года он покинул пост SEO Apple и настоял на том, чтобы его место занял Тим Кук. Итак, 2011-й. В тот год новых моделей iPod не показали, зато были представлены iPhone 4s и Siri. Презентацию уже вел Тим Кук. 10 лет прошло с момента запуска первого iPod. За это время Apple продали более 300 миллионов устройств и заняли 78% мирового рынка портативных плееров. Для сравнения Sony понадобилось 30 лет, чтобы продать 200 миллионов кассетных плееров Walkman. Рынок MP3 был очень важен для компании, поскольку Apple уже продавала в iTunes не только музыку, но и сериалы, подписку на журналы и приложения. Магазин насчитывал 225 миллионов активных пользователей. Если посмотреть глобально, то появление iPod привело к появлению iPhone, а затем и магазины приложений для него. App Store в свою очередь запустил новую экономику мобильных приложений, взрастил целый рыночный сегмент, в котором стремительно разбогатели Uber, Facebook, Snapchat, Airbnb и другие компании. В октябре 2012 вышел iPod Touch 5-го поколения и iPod Nano 7-го поколения с более похожим на iOS интерфейсом. iPod Touch 5-го поколения стал первым плеером с увеличенным экраном и обзавелся двухъядерным А5. Само устройство было просто великолепным. Чисто из ностальгии мне, конечно, нравится iPod Nano, но я не могу отрицать, что этот iPod Touch выглядит очень красиво. Сзади в левом нижнем углу есть iPod Loop, такая маленькая серебристая кнопка, которая предназначена для крепления ремешка на запястье. Apple рекламировала его как замену небольшим цифровым камерам, и камера тут, правда, была весьма неплоха для своего времени. 5 мегапикселей и съемка видео в 1080p. Обновление того года было и самым масштабным для iPod Nano. Он вернулся к длинному узкому форм-фактору, как будто предвидев появление Apple Watch, чтобы квадратный Nano не создавал конкуренцию будущим часам. Экран был полностью сенсорным, но была и кнопка Home. Nano получил операционную систему, заточенную под тач-управление, тут можно было устанавливать иконки для плейлистов, смотреть список установленных приложений одним касанием, у него были обои, часы, приложения для фитнеса, и самое главное, это первый и единственный Nano, который получил Bluetooth и разъем Lightning. 2012-й принес довольно сильные изменения в iPod, но это и последний раз, когда мы увидим столь масштабные перемены. Линейки Nano, Shuffle и Classic больше никогда не получат продолжения. Останется лишь iPod Touch как флагманский плеер. Его будут продавать 2,5 года, а следующие поколения будут выходить в том же дизайне. В 2013-м выйдет урезанный iPod Touch без камеры, в 2015-м iPod Touch 6-го поколения с процессором A8, в 2017-м Apple остановит производство iPod Nano и Shuffle, а в мае 2019-го выйдет последний iPod Touch 7-го поколения. Лишь в 2022-м, в мае, Apple объявила, что продаст оставшиеся запасы iPod Touch и новые плееры производить компания уже не будет. Ушла эпоха. Что ж, вот он, последний плеер iPod на сегодняшний день. Честно говоря, до появления новости о том, что Apple прекращает его производство, я понятия не имел, что компания до сих пор выпускает эти устройства. Но, тем не менее, когда объявили о том, что производство их прекращается, последние стоки раскупили в момент. Выглядит он точно так же, как и iPod Touch 6-го поколения. Здесь абсолютно те же цвета, тот же аккумулятор, те же самые камеры, только характеристики, как в iPhone 7, процессор Apple A10 Fusion и 2 гига оперативной памяти. Сегодня он работает на iOS 15.5 и умеет абсолютно все то же самое, что и iPhone. В целом, это довольно приятное тактильное устройство. К тому же, безумно тоненькое. Просто посмотрите, какая толщина. Очень шустро работает, кстати. Анимации все еще довольно плавные. Ну и камера может посостязаться со многими актуальными смартфонами на Android. iPod за свою 21-летнюю историю прошел огромный путь от этого к этому. Минуя все необычные, порой даже очень странные формы, он привел нас к вот этому. Сегодня iPod полностью заменили iPhone и Apple Watch. Если вам нужна музыка на пробежке, вы можете оставить телефон дома, подключить AirPods к часам и слушать музыку без специального устройства. И пусть с приходом телефонов необходимость в плеерах, как в отдельных устройствах, полностью отпала. Но сейчас, ознакомившись со всеми моделями, я четко и уверенно могу сказать, это великолепные девайсы. Они все до единого кайфовые. В 19-м веке Томас Эдисон изменил мир, придумав первый фонограф. В 21-м веке Стив Джобс изменил мир, показав первый iPod. iPod сделал Apple великой, изменил музыкальную индустрию, жизни тысяч исполнителей и миллионов слушателей. Музыка – это высшее воплощение наших чувств, эмоций и мыслей. Музыка вокруг нас. Надо просто уметь ее слышать. Музыка – это высшее воплощение наших чувств. Музыка – это высшее воплощение наших чувств. Привлекло внимание Стива Джобса и даже в восторг он, короче, пришел. Кто приходит в восторг, говорит, дайте мне два пива. Критики тут же подняли шум, жалуясь на цены. На несомиссимоси. На несомиссимоси жаловались все. И такие, не, мне нравится вообще несомиссимость.